Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-либо причине не подписались, рекомендуем это сделать. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанного авто. В том числе и обзора на автомобили, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Наш сегодняшний обзор будет интересен прежде всего тем, кто ищет для себя автомобиль максимально экономичный и свежий по части года выпуска. Если говорить про ту часть нашей страны, которая находится восточнее Уральских гор, то, как правило, машины, попадающие в эту категорию, будут иметь правостороннее расположение рулевого управления. А одним из достаточно популярных автомобилей представителей данного вида является Nissan Note в кузове Е12. В отличие от своего предшественника, кузова Е11, 12-й Note не продавался на российском рынке официально, да и на европейский рынок он также не поставлялся. Это, как можно было бы выразиться, чистый GDM, Japanese Domestic Market, внутренний рынок Японии. Когда-то, пару лет назад, в нашем видеообзоре, мы готовили материал касаемо Е12 дорестайлингового Note. Это была бензиновая машина с обычным бензиновым двигателем 1.2 на 79 лошадиных сил. На дорестайлингах были также версии с компрессором большей мощности на 98 лошадок. Но в нашем сегодняшнем видео мы поговорим про машину, модификацию этого автомобиля, которая появилась уже только с рестайлингом и, по сути, представляет собой, наверное, наиболее интересный вариант того, в каком виде можно подобный автомобиль приобрести. Встречайте, Nissan Note в кузове Е12, гибрид E-Power. Рестайлинг Nissan Note в кузове Е12 случился в ноябре 2016 года. Эта машина продолжала выпускаться в этом поколении до 2020, где на конвейере ее сменило следующее поколение, кузов Е13. Помимо обновления внешности, выразившегося в ином оформлении передней части машины, светотехники, решетки радиатора, бамперов и так далее, рестайлинг привнес в гамму модификаций данной модели также и наиболее интересную, с нашей точки зрения, гибридную версию Nissan Note E-Power, или E-Power, как ее привычнее называть для нашего уха. Наш сегодняшний экземпляр недавно приехал к нам из Японии. Это 2017 год и 166 тысяч родного пробега. Nissan Note 2-го поколения автомобиль компактный, но не слишком. Габаритная длина кузова 4 метра 10 сантиметров, ширина 1 метр 69, а высота 1 метр 52 сантиметра. При этом колесная база хэтчбэка составляет 2 метра 60 сантиметров, что достаточно серьезный показатель даже для автомобилей классом повыше. При этом машинка получилась очень верткая, радиус разворота всего 5,2 метра. Также по меркам современных моделей, даже гибридная версия этого хэтчбэка получилась не слишком тяжелой. Полная масса данного автомобиля 1475 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то Note для японского рынка, а только такими они и будут в кузове E12, будут иметь разброс показаний толщиномера от 80 до где-то 120-130 микрон, если говорить про завод. Как водится, если вам попался автомобиль с утолщенным слоем окраса, обращайте внимание на то, чтобы по всем элементам разброс показаний толщиномера был плюс-минус одинаковым. В том, что касается качества лакокрасочного покрытия, данные автомобили ввиду своей не слишком толстой и прочной краски очень быстро обрастают разного рода сколами при эксплуатации на просторах нашей необъятной родины. Однако цвести эти сколы очень даже не торопятся, поэтому встретить откровенную ржавчину на 12-м Note можно разве что по случаю большого везения. Но на всякий случай при осмотре подобных автомобилей не пропускайте фазу осмотра машины снизу на подъемнике, пороге, днище, арке. А также внимательно осматривайте автомобиль на предмет отсутствия следов ремонта после серьезной аварии. Поскольку Nissan Note вполне претендует на звание единственного в семье автомобиля, осмотр начинаем с багажника, поскольку именно этот аспект в основном и определяет практичность того или иного авто в хозяйстве. Проем багажника, кстати, достаточно немаленький. По узкой нижней части ширина проема 94-95 см. Высота багажного отделения от пола до крыши порядка 85 см, а ширина по узкой нижней части порядка 93 см. При поднятых спинках задних сидений длина багажного отделения это порядка 65 см. Но если вам надо перевести объемный груз, конечно, как и в любом хэтчбеке, задние сидения вы можете сложить. В данном случае ровного пола они не образуют. У вас в любом случае будет присутствовать ступенька. Но погрузочная длина, конечно, вырастет. До спинки переднего кресла порядка 144 см. Ну, а если груз достаточно длинный и при этом узкий, то до передней панели порядка 2 метров 34 см. Естественно, никто не отменял. И диагональное расположение длинномеров. Что касается каких-то дополнительных фишек по багажному отделению, здесь особо говорить не о чем. Под фальшполом пенопластовая емкость, где должен располагаться домкрат, штатный инструмент, баллонник, вороток, петля, компрессор, а также базовый аккумулятор автомобиля. Это не тяговая литий-ионная батарея. Это именно что обычный аккумулятор, с которого, собственно говоря, и начинается весь процесс включения автомобиля. Ну, а теперь непосредственно к салону Nissan Note в кузове E12. В данном случае располагаться за рулем можно достаточно удобно. Диапазон регулировки кресла, в принципе, достаточно широкий. Это касается как регулировки сидения по высоте, причем в данном случае интересно, но по высоте регулируется только подушка. И по длине, по сути дела, тоже. Спинка при этом остается на месте. То есть двигается только нижняя часть сидения. Есть, естественно, регулировка по наклону. И, в принципе, при росте 1,86 м мне можно устроиться за рулем этого автомобиля удобно. Также здесь есть регулировка и рулевой колонки, правда, только по наклону. То есть регулировка по вылету здесь не предусмотрена, в принципе. Вперед-назад руль здесь не двигается. Что касается подлокотников и прочих упоров для комфортных дальних поездок, под правый локоть у вас есть, собственно, подлокотник на дверной карте, но с левой стороны абсолютно ничего. По крайней мере, именно в нашей комплектации. Рычаг стояночного тормоза и, собственно говоря, все. То есть левая рука у вас будет либо на руле, либо, условно говоря, нигде. Поскольку размещать ее тут в районе селектора коробки передач не особо-то удобно. По архитектуре приборной панели, и, например, в таких вещах, как панель климата, гибридный Note e-Power полностью повторяет обычные бензиновые версии. Но есть различия, например, в комбинации приборов и, собственно, в селекторе трансмиссии. Сами органы управления здесь расположены достаточно удобно. Это касается и подрулевых переключателей, и блоков кнопок. Справа от руля здесь располагается блок клавиш активной безопасности, то есть это система стабилизации, это контроль движения в полосе, и в данном случае это система предотвращения столкновений, которая просигнализирует вам об опасной дистанции, и если эта дистанция, по мнению автомобиля, будет слишком небольшая, машина применит функцию автоторможения. По центру панели у нас довольно оригинальная, круглая форма, панелька климат-контроля. Климат здесь однозонный, но достаточно неплохо организованный. Все интуитивно понятно, кнопки тактильные довольно-таки приятные и крупные. Причем, в отличие от старых моделей Infiniti, где клавиши управления климатом или магнитовой, например, были все под одну поверхность, практически неразличимы тактильно, на этом климате можно переключать режимы, даже не особо отвлекаясь от дороги. Нащупать пальцем нужную кнопку довольно легко. На центральном тоннеле мы видим основное отличие гибрида от бензиновой версии. Если у бензинового E12 нота здесь обычный селектор, то в данном случае джойстик. Он без фиксации и очень напоминает то, что используется, например, на Toyota Prius. Также здесь есть клавиши управления режимами движения, режим эко для максимальной экономии топлива и режим спортивный, либо же стандарт. Внизу приборной панели на консоли у нас есть 12-ти вольтовая розетка, есть небольшой, очень неглубокий карман с непонятным предназначением, поскольку положить сюда что-либо, в принципе, я думаю, невозможно. И два подстаканника. Правда, в отличие от бензиновой версии, пользоваться этими подстаканниками на гибриде уже не слишком удобно. Мешает пьедестал. Что касается бардачков и мест для хранения, по большому счету здесь их только два. Верхний ящичек подойдет под размещение, например, какой-то бутылки с напитком, но он не очень глубокий. А вот нижний ящик достаточно большой глубины, и чтобы дотянуться до самого края, придется уже отрываться от водительского кресла. Поэтому сюда можно будет сложить много чего. По части запаса пространства над головой все очень даже неплохо, ну а по части обзорности в целом тоже. Зеркала, несмотря на не совсем правильную, не квадратную форму, достаточно большие для подобного компактного автомобиля и удобные. Здесь есть небольшие окошечки в центральных стойках, правда, они не слишком полезны, ввиду того, что сама стойка все же достаточно широкая. Но в целом каких-то больших претензий по части обзорности к данному кузову у нас нет. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит на заднем сидении. Что касается места на заднем сидении, доступ куда, кстати, открывает дверь, чей угол открытия примерно 90 градусов. Это что-то около того, что мы видим на кейкарах. То есть дверь открывается на очень большой угол, что довольно непривычно. Хотя, возможно, сделано это благодаря тому, что сам проем задней двери здесь поуже, чем можно видеть это, например, на той же самой Toyota Vitz, либо на Honda Fit. Зато в плане запаса пространства для задних сидоков в ноте Е12 все в полном порядке. Я сейчас сижу сам за собой и не достаю коленями до спинки переднего кресла. Под правую руку у задних пассажиров есть довольно узкий, но все же подлокотник, позволяющий в дальней дороге руку на весу не держать. По центральной части сидения никаких подлокотников, естественно, нет. Есть тоннель на полу, центральный тоннель, то есть трем людям здесь будет уже достаточно тесно, хотя разместиться все же можно. Подушка сидения при этом абсолютно плоская, так что третий пассажир при желании сюда сядет. Тем более, что центральный ремень для этого предусмотрели. Запас пространства над головой достаточно солидный, на потолке есть соответствующая выштамповка. Несмотря на вертикальную посадку на заднем сидении, в целом отправляться в дальнюю дорогу здесь вполне можно. Но вот никаких дополнительных удобств, кроме центрального плафона освещения на потолке для задних пассажиров, здесь нет. Ну а теперь поговорим про начинку подкапотного пространства. В большинстве своем на бензиновых версиях этих автомобилей использовался двигатель HR12DE. Это мотор трехцилиндровый, который мог иметь как атмосферную на 79 лошадиных сил версию, так и надувную, где в качестве турбонагнетателя использовался компрессор с механическим приводом от шкива. Такие моторы выдавали 98 лошадей. Кстати, имели еще систему прямого впрыска топлива. В качестве бензинового сердца гибрида в данном случае компания Nissan использовала все тот же HR12DE на 79 лошадей. Только в данном случае бензиновая силовая установка уже не имеет механической связи с колесами. Она используется в качестве генератора для зарядки батареи и, соответственно, питания электромотора. По сути дела, Nissan Note E-Power можно упрощенно назвать версией Nissan Leaf, которому дали собственный источник электроэнергии взамен розетки. Мощность тягового электродвигателя, если переводить ее в лошадиные силы, около 109 лошадей, а крутящий момент 254 ньютона метров. Причем доступен этот крутящий момент практически с самого старта. Если кому-то цифры в 254 ньютон метра покажутся мало, вспомните, что в 90-е годы подобный крутящий момент имели бензиновые двигатели, как правило, конфигурации V-образная шестерка с объемом 2,4, 2,6 или даже ближе к 2,8 литра. Гибридный Note — это очень шустрая машина. Разгон с нуля до ста этот автомобиль проделывает за 7,5 секунд. А вот максимальная скорость в данном случае ограничена возможностями самого тягового электродвигателя и не превышает 145 км в час. Так что если вы привыкли в основном летать по трассе с запредельными и запрещенными ПДД скоростями, то это явно не ваш вариант. Но если в автомобиле вы прежде всего цените разгонную динамику и ездите в основном в городе либо в мегаполисе по пробкам, тогда это то, что нужно. Расход топлива данной модификации заявлен производителем в районе 2,5-2,8 литра на 100 км пути. Практические данные, однако, такие цифры опровергают. Реальный расход на подобных автомобилях в более экономичном городском цикле движения это где-то 3,8-4 при спокойной езде до 6 литров, если постоянно притапливать педаль акселератора. На трассе машинка расходует порядка 6-6,5 литров на 100 км пути. Еще один аргумент за, почему следует предпочесть гибридный нот обычному бензиновому, это фактическое отсутствие здесь коробки передач. Как и в Toyota Prius, роль трансмиссии здесь выполняет по сути обычный редуктор, поломать который надо еще очень сильно постараться. В то время как на автомобилях бензиновых в качестве трансмиссии используется вариатор Jatka JF-016, который так или иначе к большим пробегам может вызвать вопросы и к диагностике которого при покупке обычной бензиновой машины следует подходить ответственно. Что касается самого двигателя HR-12DE, то даже в бензиновых вариантах этот двигатель достаточно неприхотливый и по большому счету каких-либо проблем с его обслуживанием и содержанием нет. Достаточно посмотреть уровень цен на контрактные агрегаты и все станет понятно. Данная силовая установка одна из самых недорогих при покупке на вторичном рынке. По конструкции двигатель простой, ГРМ приводится цепью, поэтому каких-то вмешательств даже к большим пробегам эта силовая установка вряд ли потребует. Единственное, что малое количество цилиндров предопределяет ускоренный износ подушек двигателя. В общем и в целом Nissan Note E-Power это очень надежная машина, как по сути дела и любой гибрид. Однако, есть один момент, которого данный автомобиль не слишком любит. Благодаря, можно так сказать, конструктивному просчету инженеров, машину эту создававших. Не любит Nissan Note E-Power прежде всего сырости. Были прецеденты, когда некоторые владельцы подобных автомобилей сталкивались с появлением ошибок P3178 и P3159. Ошибки эти возникают по гибридной системе вследствие попадания влаги и последующего окисления разъемов фишки генератора, который располагается за левым подкрылком. Об этой проблеме вы поймете по высветившейся ошибке гибридной системе, появившейся на приборной панели черепахи, а также потому, что прекращает идти заряд батареи. Соответственно, после того, как автомобиль остановится и заглохнет, скорее всего, больше он не запустится. Однако, по самой механической части у Note'ов в 12-м кузове никаких особо слабых мест нет. Перед тем, как посмотреть на Nissan Note E-Power снизу с подъемника, разберемся с клиренсом. Каталожное значение дорожного просвета для этого автомобиля 13 сантиметров. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела со свесами и расстоянием от бампера до асфальта. В данном случае передняя кромка бампера отстоит от земли на внушительные 19 сантиметров. Но не стоит забывать про резиновый грязезащитный фартук или брызговик. Расстояние от земли до него это практически 10 сантиметров, даже 9 с небольшим. Поэтому, если вы пропускаете что-то между колес или пытаетесь припарковаться к препятствию зимой, когда резина задубевшая на сильном морозе, имейте в виду, что вы можете не только вырвать его из клип-скрепления, но и вполне возможно сломать. 12 сантиметров соответственно от края брызговика до колеса. За передним колесом до порога порядка 16 сантиметров. В задней части ситуация не слишком меняется. 16 сантиметров до брызговика и сам задний бампер уже отстоит от земли на 25 сантиметров в нижней кромке. Так что совет при парковке к высокому поребрику паркуйтесь задним ходом. Что касается подвески, то версия Note E-Power гибридная не слишком-то отличается или иначе сказать вообще не отличается по ходовой части от обычного бензинового Note. Различия у этих автомобилей могут быть разве что в спецверсиях что-то типа Nismo S, где могут стоять уже свои более жесткие стойки, пружины и так далее. Но в данном случае по конструктиву эта подвеска типична для данного класса автомобилей. Спереди у нас Макферса, ну а сзади обычная балка. Рулевая рейка на этих автомобилях естественно электрическая и довольно крепкая. Пробег этого автомобиля 166 тысяч километров, а никакого люфта или выработки на рулевой рейке нет. Нижние шаровые опоры в данном случае не имеют какого-то болтового соединения, по задумке производителя меняются вместе с рычагами. Ну и стоит отметить, что в случае необходимости поменять втулки стабилизатора поперечной устойчивости, скорее всего, как и на Nissan Serena, вам придется частично демонтировать и опускать подрамник. Характерный ниссановский конструктив. По задней части автомобиля мы наблюдаем ту самую балку, два целинблока балки и две втулочки на амортизаторах на пробегах ранее 200-250 тысяч километров, эти вещи вас явно беспокоить не будут. Также мы наблюдаем пластиковый топливный бак, который на гибридной версии довольно небольшого объема, порядка 35 литров, но с поправкой на маленький расход топлива этого должно быть вполне достаточно. Горловина бака в данном случае резиново-пластиковая, соответственно, никакой коррозии по этой части тоже можно не опасаться. Задние тормоза на 12-х нотах барабанные, соответственно, но при больших пробегах здесь может потребоваться оперативное вмешательство для замены тормозных колодок. Также при взгляде на этот автомобиль снизу можно обратить внимание не только на полное отсутствие коррозии на самом кузове автомобиля, но и на тот факт, что в отличие, например, от Prius'ов здесь не проходит никаких высоковольтных кабелей в сторону батареи, поскольку у нота e-power батарея находится под передними сидениями и также по объему эта литий-ионная батарея намного меньше, чем, например, на чистой электричке Nissan Leaf. Таким образом, гибридная составляющая не съедает в данном случае пространство в багажнике. Таким мы увидели сегодня Nissan Note e-power 2017 года без пробега по России. Надеемся, что после просмотра данного ролика у вас появилось общее впечатление о том, что представляет собой подобный автомобиль. Если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео машина все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирск. Ну, а если у вас был или до сих пор есть Nissan Note e-power, и вам есть в чем нас поправить, чем нас дополнить, указывайте все это в комментариях, ведь людям, которые задумались о покупке подобного гибридного автомобиля, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока.